Вот в чем и есть счастье, наконец-то вспомнить по-настоящему то свое детство, которое то самое настоящее. Я долго думал, почему носят такие шапки. Сегодня думаю, ну надо одеть на годовщину, потому что типа, ну вроде Евгеньевич, все такое. Вот, пошел по улице. Видишь, у нас чешется? Ой, точно, честно. Так тепло. Это шапки. Вы не представляете. Я шел и думал, почему я не ношу такие шапки, вот эти все остальные современные, это все не то. И вот то же самое мы испытали и вы, испытали сегодня здесь. Потому что мы невольно, возвращаясь назад, понимаем, что там было так тепло, так здорово, эмоционально, психологически. Душевно. Душевно. Там мамка была молодая, деревья были большие, сирень пахла классно, булочка за 2 копейки была с сахаром, и ты ее съедал, она была горячая еще в магазине. Я такую ищу до сих пор в булочных и не нахожу. Чебуреки самое вкусное. Чебуреки, все что угодно. По 16 копеек, чебуреки, хрустящие, с корочкой, вообще, с бульончиком, вот со всеми этими делами. Ты знаешь, как вот, я когда уже взрослый состоявшийся, у меня пришла ко мне домработница. Я говорю, сделай, я очень люблю запеканку. Я говорю, сделай мне запеканку. Она делает, я говорю, не то. Она еще делает, я говорю, ну не то. Я, говорит, не знаю, как вам угодить, Владимир Владимирович, какого вы хотите. Я говорю, вот такую, как у меня в детском саду была. Она говорит, вы просто были маленькие, вы слаще парень репки, ничего не пробовали, и поэтому у вас вот тот вкус остался. А у меня мама моя, она воспитательница в детском саду всю жизнь проработала. И там, где я был в детском саду, она была воспитательница. Я маме звоню, говорю, мам, скажи, пожалуйста, а вот когда я вот в детском саду был, вот помнишь, ну там, повариха какая-то. Она говорит, ну там какая, тетя Тоня, конечно, помнишь. А я говорю, ты не знаешь, она жива? Она говорит, да вроде жива. Я говорю, а ты можешь у нее ее телефон найти? Она говорит, ну сейчас, говорит, тетя Зиня, позвоню, спрошу, находит ее телефон. Я говорю, узнай рецепт запеканки. Моя мама дозванивает с этой тетей Вали, узнает, из какого творога, ничего, как. Я этот рецепт даю домработнице, говорю, вот. Приготовила? Ты не представляешь, приготовила, я вот так откусываю, и я, помнишь, как мультик «Рататуй», и я улетаю в свое детское. Я говорю, что ж ты мне говорила, Оля, говорю, что я слащий парень, репкий, ничего, я говорю, ты попробуй. Это просто что-то невероятное. Поэтому, знаешь, когда вот возвращаешься вот в эти вот моменты, которые твоей душе радостные, они теплые, они дороги так, это самое лучшее, что может быть. Я просто помню в детском садике, в детском садике, ну, очень редко помнят дети, ну, взрослые. А я помню самое главное, когда ты гулял дневной, вот после дневного сона, сна была прогулка, и там выносили маленькие бумажные стаканчики, вот такие, и набирали сок. Ну, то есть, и гуляли, гуляли, потом, идите все попейте, все берут такой сок, выпивают, и все. Добавки никто не просил, тебе не давали, ну, потому что из СССР. Не положено. Не положено. Кстати, даже такой компотник. Но это был самый вкусный сок в моей жизни. И он же был просто из банок, слушайте. Из трехлитровых вот таких вот, господи, я их помню. Но из трехлитровых, а не из пластиковых. Понимаете, как сейчас. А еще там вот эта вот гуща была, перед тем, как пить, ее надо было взболтать. И была гуща, а еще был березовый сок, и пломбир за 20 копеек, который фиг, когда повторят сейчас. Это было честно, качественно, вкусно, правильно, как Сергей говорит, с душой. Это самое главное. И ты же понимаешь, понятное дело, что им приятно видеть любимых актеров, любимых певцов, музыкантов и все такое. Но тем не менее, сама атмосфера, это же, это дорогого стоит. Люди совершенно все разные. Мы же не покупаем. Но они все в единую собрались, и все кайфанули. Пять человек ко мне подошло фотографироваться, у девушек день рождения сегодня. И это для меня лично, это очень много значит, когда человек свой день рождения хочет провести именно в этом месте. На самом деле, я думаю, они хитрили. Специальный день рождения, чтобы без очереди к вам проскочили. Нет, я же сказал, девочкам со всеми сфотографируюсь, но тем не менее, я не думаю, хитрили. Если даже хитрили, даю бог. Володя, человек щедрый, подарил всем подарки. Что хочу заметить. Фото, фото, в смысле. И не только фото, но еще и свой вокал. И что я заметила, самое-то интересное. Нужно было время-то на разгончик. Как смущались со сцены-то, покраснели даже. Вообще, расскажите мне, как вам Сергей предложил выступить у него? Покраснел он просто потому, что загорел. Не надо. Смотри, как он загорел. Ой-ой-ой. Вот так восстановился, конечно. Специально не могу встретить его, чтобы не загорел. Это сейчас был эксклюзивчик, я его не стану вырезать. Нет, ты да, вырежи его. Вот ты говоришь, как вы согласились? Да. Это друг мой. Не было выбора. И когда он попросил меня поддержать, нету какой-то мысли, что я могу ему отказать. Это в принципе, ну это нормально. Это как раз вот то, про что мы вам пытаемся рассказать. Про те отношения, когда не только коммерция, не только, понимаешь, бабки или еще что-то, а как раз вот это вот душевное, духовное, дружеское, человеческое, братское. Тогда почему сейчас у нас исполнители, понимаете, в шоу-бизнесе говорят, нет, ну дружба дружбой, но если ты хочешь, чтобы я выступил, у тебя на день рождения мой хороший, плати мне, знаете ли, вот гонорар, ну тебе ладно, так и быть, скидочку сделаю. А сейчас у нас так полшоу-бизнеса живет. Как вам удалось конкретно... В ваших отношениях все-таки вот это сохранит. Не было вообще никаких переломных моментов? Мы просто очень любим домашние вечеринки и всегда заходим в нужную дверь. И мы уважаем друг друга, понимаешь, и ценим наши вот дружеские отношения на самом деле. Для меня ты представляешь... Да. Серега сейчас сказал про двери, даже про эти двери говорить не буду, и не хочу, и не это. Мы не из этих дверей, слава богу. Есть семейные ценности, есть человеческие ценности и дружеские ценности, ты понимаешь? И может быть, это самое важное, самое ценное и самое дорогое, что есть у каждого нормального человека. Реально. Настоящий друг, настоящая любящая, любимая семья и правильное отношение к жизни, к этому, что ты делаешь. И знаешь, как Иосиф Давыдович Кобзон, который я очень люблю и уважаю, светлую ему память, он сказал, он говорит, если каждый человек будет делать честно и добросовестно свою работу, которой он занимается, у нас у всех все будет хорошо. Если бы не Сергей, меня бы сегодня здесь не было. Ну, поскольку я очень его люблю и уважаю как друга и как коллегу и партнера, я не мог не приехать и не разделить вместе вот этот прекрасный праздник, день рождения Евгеньевича, годовщину. Я на самом деле здесь был с Сергеем, он меня позвал в самый первый момент, когда они только взяли это помещение. Потом мы были несколько раз в процессе того, как все это возводилось и на стадии ремонта, и потом мы были на открытии. Ну, во-первых, мне было очень интересно, что из этого получилось вот именно сейчас. Очень душевно, очень вкусно, очень, знаешь, как по-домашнему. Я с удовольствием здесь нахожусь. И у меня дети хотели сюда приехать, я говорю, маленькие еще, поэтому, может быть, подрастете, возьмем. Поэтому, Серег, процветание Бару, очень круто, очень вкусно и очень приятно здесь находиться. Спасибо, родной. На сберкнижку сброшу себе, гонорар, спасибо. Друзья, вот сегодня мы убедились в том, что прошел год, а мы еще настолько юны, знаете, как Тимур и его команда. И у нас впереди еще такое огромное количество планов. И поэтому мы хотим, чтобы вот такую же атмосферу мы воссоздали в каждом вашем городе. Поэтому все друзья, кто смотрит нас во всех городах нашей необъятной и любимой страны, ребята, звоните, пишите. У нас есть наш сайт, у нас есть наш e-mail. Пишите нам, хотим, Евгеньевич, Бар в нашем городе. После этого наша креативная команда выезжает на место, пытается найти правильное помещение, хорошее и интересное место. И если все получается, то кто знает, может быть, ваш город будет следующим. Поэтому мы начинаем расширяться на всю страну. И если у нас получится, то в каждом городе будет маленькое уютное место, где можно будет собраться на квартирник вместе с любимыми друзьями, с родными и близкими. Попеть песни под гитару, под баян, под балалайку, под желейку, я не знаю, под что угодно. И самое главное, снова стать молодыми. Ведь это, наверное, то единственное, что нам, к сожалению, пока недоступно. Будьте молодыми вместе с нами. Спасибо, Володя, за то, что сегодня вместе с нами этот день рождения разделил. Спасибо нашим, всем работникам нашего замечательного бара. И спасибо вам за то, что вы к нам приходите. Ура! С днем рождения! До встречи! Евгений Жбаре! Редактор субтитров А.Семкин